Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Мы привыкли слышать, что следующий год будет сложным, но моя сегодняшняя гостья утверждает, что есть надежда на улучшение. Она предсказывает, что год зеленого дракона принесет перемены как для нашей страны, так и для всего мира. Ну и, конечно же, расскажем, как с точки зрения астрологии узнать, что именно вас ждет в 2024 году. Я знаю, этот вопрос многим интереснее. Я представляю гостя в студии. Астролог Екатерина Бусыгина. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, стало уже доброй традицией, что мы с вами встречаемся в конце года, говорим о годе ушедшем, ну и, конечно, я традиционно спрашиваю, что же будет ждать нас в году следующем. Но прежде чем мы к этому перейдем, все-таки я хочу задать вам вот такой вопрос. Расскажите немного все-таки о себе и как давно вы занимаетесь астрологией, ну и, собственно, почему вы это делаете. Я занимаюсь астрологией уже около 10 лет, консультирую регулярно, ежедневно. Мне очень нравится делать, способствовать улучшению жизни людей, поскольку они не только знакомятся с собой, но и могут в соответствии с более глубоким зданием своих возможностей, своих особенностей принимать более, так скажем, приятные для себя решения или более экологичные, более эффективные. И мне нравится способствовать тому, что у людей в жизни меньше проблем, больше удовольствия в рамках моей информации, которую я им даю. Спасибо. А високосный год с точки зрения астрологии вот все-таки хороший или плохой? И давайте развеем, это все-таки миф, ну или реальность, к сожалению? Високосный год плохой – это миф, поскольку високосным его сделали государственные деятели для того, чтобы нам астрономически догнать скорость Солнца, так как все-таки не 365 дней у нас Земля вращается, вернее, скорость Земли, извините, пожалуйста, почему я все время говорю скорость Солнца? Ну, скорость света, да, в любом случае она есть. Так как у нас все-таки не 365 дней ровно Земля вращается вокруг Солнца, а есть определенные хвостики, да, так же, как и знак зодиака, змееносец, по-моему, говорили, что в связи с тем, что Луна вот не точно 29 или там 30 дней вращается вокруг Земли. То есть все это чисто физический момент, и это действительно миф, что високосный год обязательно должен быть плохой. Это просто плюс один день в году. Да. Ну, на что тогда стоит сделать акцент в новогоднюю ночь с 2023 на 2024 год, чтобы подружиться с драконом? Вы знаете, я не мистик далеко, я такой очень серьезный реалист. Все, что можно применить в жизни, важно это делать, да, для того, чтобы твоя жизнь становилась лучше и приятнее. И вне зависимости от того, как вы встретите Новый год, вернее, какие ритуалы вы будете применять и так далее, это полтора-три процента от влияния, так скажем, на последующий год для вас, для вашей жизни и так далее. Я рекомендую следующее. Любой Новый год, вне зависимости от того, дракон это или год кабана, или год собаки, змеи, неважно, встречать, а в приятной атмосфере, то есть создавать для себя комфортные условия, а не так, что ты весь в мыле, лишь бы только сготовить. Понимаете, это наши такие давние традиции, что обязательно государственный праздник мы встречаем. Для чего это сделано? Я надеюсь, что всем понятно. Это определенное влияние на наше сознание. То есть если нас всех можно заставить праздновать по указке, то значит нас можно заставить делать что-то другое. Так как если все подчиняются законным и порядкам календарного строя, так скажем, да, календарь у нас говорит, что с 31 на 1 мы плотно кушаем салат оливье, селедку под шубой, и, соответственно, радуемся обязательно, обязательно радуемся, потому что это праздник. Ну вот я не знаю, позвольте с вами немножечко поспорить, а я наоборот удивляюсь в последнему времени, что вот нет таких каких-то определенных устоев. Даже вот своих знакомых, друзей, родственников спрашиваешь, где будешь, там дома, с семьей, я хочу провести этот Новый год так, как мне удобно. Я не хочу праздновать, я буду валяться на диване, простите. А потому что это о том, что люди уже больше стали прислушиваться к себе. Совершенно верно. Конечно, к своему состоянию, потому что мы все очень сильно устаем. Это такой пик зимы, так скажем, да, конец декабря, когда действительно человек уже чувствует себя и физически достаточно истощенным. И в рабочем плане у нас всех очень конец года, отчеты, там все дела, естественно. И, конечно же, главное правило, как благоприятно встретить Новый год в приятной атмосфере. С теми людьми, с которыми вам хорошо, с которыми вы чувствуете себя безопасно, эмоционально, психологически, физически. И, естественно, в плане... Не нужно принуждать себя, да? Нет, ни в коем случае. Позвали в ресторан, нужно обязательно идти в ресторан, если даже ты не хочешь этого делать. Если ты очень хочешь праздника, ты организовываешь себе праздник, не заставляешь никого. Это дело экологично для себя и для своих близких. Если твои дети хотят праздник, отправь их на праздник. А сам отдыхай дома. Ну, то есть это такая, понимаете, условность. Я согласна, что есть определенные традиции народные. Есть народные гуляния, народные традиции, да. Но все-таки человек – это личность, персона, это как бы некий такой психический элемент. Хорошо. Екатерина, ну а вы дайте тогда совет здесь, если уж мы с вами заговорили о спорах. Ну вот, предположим, семья – муж, жена, дети. Муж хочет отмечать с друзьями, жена хочет пойти в ресторан, дети там вообще тянут к друзьям. Вот как здесь комфортно без, ну, скажем, ссор и распри решить вот такую проблему? Ну, это, конечно, очень индивидуальная рекомендация, да, поскольку у всех у нас есть способность говорить, договариваться, обсуждать заранее, заблаговременно. И мне кажется, это абсолютно нормально, когда у людей есть разные желания. И эти разные желания каким-либо образом могут быть реализованы без вреда для своих близких. То есть, компромисс найти, да, в любом случае? Консенсус. Я люблю слово «консенсус», потому что компромисс – это когда мы все-таки несколько отказываемся от, ну, уступаем, так скажем, в ущерб себе в каком-то плане. Иногда это объективно, но не всегда. Допустим, в плане праздника, мне кажется, если… Ну, я была маленькая, вспоминаю, да, мама у меня не любила праздники такие широкомасштабные. А папа всегда был за любой кипиш, и я говорю, отпусти меня с папой. Мне так всегда хотелось, и мне было классно. Мама оставалась дома, мы с папой шли гулять к его друзьям, мы ходили на елку, и, в общем-то, я была счастлива и довольна. Конечно, я потом была с насморком, с кашлем, потому что накаталась на горке, но зато я была счастлива в новогоднюю ночь. Мне кажется, это определенный консенсус, к которому, в общем-то, можно прийти внутри семьи. Кстати, астрологически, естественно, я помогаю людям понять совместимость, по какой причине они не могут договориться, и как все-таки им прийти к определенным договоренностям, потому что есть такое понятие астропсихология. И именно благодаря анализу отдельной личности, отдельного человека и того, как они соприкасаются, можно разобраться, как найти общий язык, то есть на основании чего мы можем договариваться. Это очень классно. Возвращаясь немного выше к нашему разговору, вы сказали о том, что неважно какой год, год дракона или год собаки-змеи и так далее, нужно провести в комфортной для себя обстановке. Но ведь каждый год, в конце года мы видим рекомендации астрологов, в чем нужно встречать, что нужно ставить на праздничный стол, как наряжать дом, елку и так далее и тому подобное. Очень много советов. То есть вы хотите сказать то, что к ним не нужно прислушиваться? Я не могу сказать, что к ним не нужно прислушиваться совсем. Знаете, как если вам помогает, обязательно делайте это. Если веришь, обязательно сбудется. Конечно, но здесь даже дело не в том, что сбудется, а в том, что есть определенное, смотрите, это про состояние, есть определенное состояние, которое человек достигает благодаря каким-то определенным ритуалам. Помните, мы в прошлом году с вами говорили про то, что ритуал равно привычке. И вот эти вот привычки, они могут быть, ну у кого-то привычка негативная, там кто-то очень любит налегать на еду или на какие-то алкогольные напитки в Новый год. Это его привычка. Это его ритуал, традиция, вот так положено. Он говорит, классно, новогоднюю ночь провел, вообще супер. Для кого-то ритуал и традиция обязательно в определенный цвет нарядиться в Новый год, обязательно встретить его с каким-то конкретным столом. У меня тоже есть традиционное блюдо, которое я ставлю на стол, но это не потому, что так положено, то, что мне очень нравится, это уже вошло в мою привычку, в мою жизнь, в мою традицию. Я их сама создаю. Мне очень нравится быть творцом в своей жизни. Не так, что, ой, сегодня год дракона мы встречаем, обязательно ставим там салат в форме дракона. Здесь, опять же, про состояние психологическое, психическое человека. Ритуал помогает ему чувствовать себя в безопасности. То есть определенно, что должно стоять на новогоднем столе, такого, ну как бы, устоя нет, да? То есть, что тебе нравится, что... На новогоднем столе обязательно должно стоять такое блюдо, от которого вам на 1 января не будет плохо. Да, это самое главное. Ну, хорошо, давайте вернемся к астрологическим прогнозам на 2024 год. Я слышала, что общий прогноз астрологов не очень оптимистичный. Ну, скажите, пожалуйста, означает ли это, что этот год пройдет, ну, как-то вот трудновато для всех нас? Вы же знаете такое выражение, да, что русскому хорошо, то кому-то не очень. Год будет непростой, он достаточно жесткий и строгий. И для тех, кто расхолажился, вот как-то раскиселился, знаете, у кого нет самодисциплины, он будет очень тяжелым. Очень трудным, потому что я уже приводила много раз пример. Вы когда-нибудь занимались музыкой? Вот была музыкальная школа в вашей жизни, нет? Нет, нет, но я очень люблю музыку и люблю петь. Вот, вы очень любите музыку, вы примерно понимаете, как она создается и как она исполняется. То есть если вы уже пропустили какую-то ноту, вы ее не догоняете, согласитесь, вы играете с того момента, вот как бы идет у нас ритм определенный. Определенный вот год будет такой же. Если ты уже что-то пропустил, догнать это будет, а, невозможно практически. Исправить это тоже, скорее всего, если только каким-то очень таким на уровне закона допустимым экспромтом это можно будет сделать. Непростой он в каком смысле? Очень высокая степень ответственности. То есть нас всех будут призывать к ответу, к закону, к порядку. Очень много проверок будет, огромное количество. То есть будет регламентироваться та сфера, которая на текущий момент под наименьшим вниманием. Ну, в первую очередь, здравствуйте, эзотерическая, да, то есть астрология, все, что связано со всякими разными мистическими там темами, типа ритуалов и так далее, да. И, кроме того, скорее всего, очень большое внимание будет уделено сфере рекламы, потому что она у нас сейчас, ну, такая плавающая достаточно. Вроде бы, законы есть, но не везде и не всегда они, так скажем, исполняются. Но абсолютно ли применимо каждому человеку вот такие прогнозы? Ну, действительно же, ведь все люди разные, профессии разные. Да, есть очень интересный нюанс. Те решения, которые все люди принимают в этом году, все взрослые, я имею в виду, да, люди, кто несет определенную ответственность на уровне закона и так далее, те решения, которые вы принимаете, это задел на ближайшие 12 лет. Поскольку у нас Сатурн находится в последнем знаке зодиака в рыбах, да, дальше он пойдет на новый круг, на новые 12 знаков зодиака. Соответственно, эти решения, особенно если они вынашивались год, два, три последние, их необходимо... Реализовать. Реализовать. Либо реализовать, либо уже закрыть этот вопрос, потому что, знаете, вот как компьютер работает с закрытой программой, которой вы не пользуетесь. Вы ходите, думаете, думаете об этом, у вас кэш забитый, и все остальные программы тормозят. То есть компьютер создан по принципу, по аналогии с человеческим мозгом. И те операции, которые происходят в нашей голове, если вы носите какую-то идею, вы уже ее либо сделаете, либо уже забудете про нее, закройте. Ну, я так правильно ли вас понимаю, Екатерина, не нужно жить в прошлом году будущем, и нужно закрыть все свои гештальты. Да, да, это очень важно. И принимать решения не импульсивные, а именно те, которые уже были спланированы, были выношены, так скажем, вот прям обдуманы. Очень рекомендую, это практически для всех будет работать, пользоваться различными предложениями от государства, госпрограммами, госбюджетами, возможно, да. То есть все, что связано с возможностью взаимодействовать через государственную помощь, через государственные какие-то системы, это будет очень эффективно. Праздничные выходные посвятить изучению программ, которые предлагают, но с услугами. Да, 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 между прочим, это действительно сейчас будет как будто бы, знаете, вот ощущение, что этот год, он будет максимально наполнен этими возможностями, но при этом точно на таком же уровне, в таком же объеме, и проверять нас будут очень строго. Ну, вы про ответственность сказали, да. Да, ответственность обязательно. То есть все, что на уровне закона вы можете реализовать честно, справедливо, делайте это, потому что впоследствии это принесет очень хорошие результаты. Есть еще один тонкий такой нюанс в связи с определенными трендами предстоящего года. Я предполагаю, что нам, обычным гражданам, будут предлагать освоить какие-то территории или земли, которые на текущий момент, знаете, как помните, в свое время была жизнь замкадом, ее не существует, да. Вот здесь будет примерно та же история. Возьмите, возьмите и осваивайте. И это будет очень хороший задел на будущее для ваших детей или для вашей старости. Это прям сто процентов, поскольку есть сейчас, как бы, недоступные нашему обычному взгляду места, которые мы не оцениваем как достойные, как перспективные. А, видимо, кто-то более разумный, более рациональный уже все оценил. И просчитал, и предложит нам воспользоваться этой возможностью. Ну вот, правильно ли я вас поняла, что если в 2024 году сделать правильное, взвешенное, обдуманное заранее решение, то последующие 12 лет будет жить намного легче? Будет жить намного приятнее. Безусловно, не могу сказать, что легче, поскольку у нас каждый год, вы чувствуете, да, скорость увеличивается. Конечно. И здесь либо вы готовы к тому, что вы едете правым рядом медленнее всех остальных, то есть это осознанное, зрелое решение, свое собственное. Представьте, что у нас три полосы. Есть скоростная для наших зумеров, которые гонят очень быстро. Есть средняя, где и те, и другие миксуются. И есть правая полоса, на которой вы выбираете, как дедушку-адуванчик, ехать с чуть меньшей скоростью, чем основной поток. Это понимание своих ресурсов. Но это выбор каждого. Поскольку если вы не являетесь суперпрофессионалом, например, или профессионалом в своей области, где вы хотите реализоваться в предстоящем году, то вам лучше занять положение, где вы нарабатываете навык, что у вас еще недостаточно быстрая скорость реакции, да, вашей. Очень важно в предстоящем году будет именно реагирование. То есть как вы откликаетесь на те или иные предложения, возможности. Опять же, это не должно быть импульсивно. Это должно быть понимание того, что мне это доступно, я могу это сделать. Будешь копать? Буду. Потому что умею, знаю, у меня есть навык, да, справлюсь. То есть будешь шпатлевать, красить? Не умею, не знаю, не справлюсь. Нет. Ну, то есть вот это вот четко. И не думать о том, что, а может, надо согласиться. То есть не тратьте время. Время будет очень дорого. В предстоящем году очень дорогое время. Во всех смыслах. Екатерина, на что тогда стоит обратить внимание и чего точно не стоит делать в 2024 году? Точно не давать в долг. Точно. Вот прям 100%. Потому что есть очень большой риск тех, во-первых, большой уровень, высокий уровень нового вида мошенничества, новых видов мошенничества. Их, они будут разные. И мы не готовы к этому абсолютно. Высокий риск воровства интеллектуальной собственности. То есть старайтесь максимально делать акцент на том, что вы все узакониваете, узакониваете, как правильно сказать, извините, не знаю. Как только вы что-то создаете, это нужно условно присвоить, заштамповать, зарегистрировать, утвердить, зафиксировать на себя. Да. И не раздаривать свои профессиональные навыки, не разбазаривать себя как специалиста, как профессионала. И еще очень тонкий момент. Не причинять добра. Потому что вот эта вот наша спасательская история в этом году нам будет всем вылезать очень сильно боком. Потому что если нам будет хотеться очень сильно помочь другим людям, я рекомендую вспоминать притчу царя Соломона. Хочешь зла, не делай добра. Да. Да. Когда, во-первых, это. И во-вторых, когда к нему пришли две женщины и попросили определить. Да помоги нам определить, чей это ребенок. Помните эту притчу? Ну да, он сказал разрубить его, да, по-моему, да, пополам. И как бы здесь истина будет на поверхности однозначно. То есть все будет ясно и понятно. Кто враг, кто друг и так далее. То есть здесь к букве закона рекомендовано обращаться. Я считаю, что есть смысл обратить внимание на сферу услуг по защите прав, по освоению новых законов однозначно. Потому что, мне кажется, юристы вообще выйдут на какой-то новый уровень в предстоящем году. Либо это будут какие-то новые формы юридических услуг, либо это будет необходимость что-то создавать, что-то придумывать, искать какие-то новые способы. Я недавно вспоминала, если вы обратитесь немножко в ретроспективу, да, сколько, много ли услуг по банкротству требовалось ранее? Я думаю, что нет, это было, ну, скорее нонсенсом, да, скорее исключением, нежели правилом. И сейчас сколько разных форм вынужденных в каком-то смысле, да, в связи с ситуацией в финансовой области, в связи с темой кредитования и так далее. То есть у нас предложения появляются чаще по той причине, что есть какой-то спрос или есть какая-то острая ситуация. И в предстоящем году будут формироваться юридические ситуации, законные ситуации, которые потребуют от нас нового вида, как говорится, соображать нужно быть совершенно по-другому, реагировать совершенно по-другому. Ну, то, что не нужно делать, понятно, что делать нужно? Что делать нужно? Очень ответственно подходить к своей профессиональной реализации, вкладывать максимум в свое профессиональное развитие. И смотрите, если вы только в начале своего пути профессиональной реализации, я рекомендую сделать больше упор на обучение, на практику, то есть не рваться к успеху, потому что успеха смогут достигнуть только заслуженно тех, кто уже достаточно длительное время либо в профессии, либо в своей деятельности. И здесь смотрите, если вы меняете, например, компанию, это нормально, и там можно прийти к успеху, если вы уже менеджер 10 лет в одной компании, и вот в другую компанию вы перешли, у вас больше воздуха, больше пространства и так далее. Я рекомендую делать упор на рост профессиональный, если вы не умещаетесь в нынешних условиях, допустим, в рамках вашей фирмы. Расширяйтесь, делайте это по стратегии, по плану, то есть вы четко должны прописать себе те пунктики, которые важно реализовать и двигаться не импульсивно, не резко. Вот если прошлый год он прощал вот такие вот рывки, когда, знаете, у нас есть такие дрифтеры в городе, да, они гоняют, ну, вроде бы им прощалось это все. Сейчас в 2024 году уже не получится, уже разделительные полосы, метафорически, да, разделительные полосы, камеры, четкая скорость движения, и здесь лучше, когда ты едешь со скоростью потока, да, либо, осознавая свои возможности, съезжаешь немножечко на другую полосу. Расширяться, да, хорошо, если вы понимаете, что ваших ресурсов достаточно взаимодействовать с государственными программами, я уже говорила, да, более чем. Пользоваться возможностью госпредложений, безусловно, это прямо очень важно. Ну и, естественно, дисциплинироваться максимально, насколько это возможно, по жизни, в профессии и как личность. Я не могу не задать вам вопрос, для каких знаков зодиака этот год хороший? Для самых адаптивных это знаки зодиака мутабельного креста, рыбы, близнецы, девы и стрельцы. Для них это будет год, либо, где они смогут очень эффективно перестроиться на какой-то новый формат, новый план и так далее, либо попасть в какую-то очень интересную струю, возможно, связанную с какой-то группой людей или компанией, то есть это сообщество какое-то будет, ну, профессиональное или там официальное какое-то, да, то есть какая-то компания, либо просто сообщество интересное. Для остальных знаков зодиака, кардинальных фиксированных, это все остальные, да, восемь, этот год будет несколько труднее, но это не значит, что он будет плохим. Труднее, вот смотрите, во-первых, остальные знаки зодиака, в принципе, никогда не пугали трудности, когда Овнов и Козерогов что-то пугал вообще. Это настолько упертые личности, которым, наоборот, чем труднее, тем они более чувствуют себя так увереннее, крепче и так далее. В общем и целом, это говорит о том, что будет чуть больше препятствий, но и чувство от результата, от достижения, оно будет тоже, так знаете, мощнее, то есть ощущение гордости за то, что ты преодолел. Вы знаете, для мутабельного креста это будет вроде бы как бы даже не по течению, а складываются благополучные обстоятельства, то есть как пазл такой, о, классно, все детальки собрались, да, в одну. А вот для остальных это будет так, где деталь, она тут потерялась, надо ее найти, надо у кого-то ее взять, с кем-то обменяться, как квест, у них будет как квест. При этом, да, есть ощущение, что придется попотеть, постараться, но в целом преодоление даст результат, да, то есть вот эти вот препятствия, это проверка на то, насколько человек готов вкладывать свои усилия физические, профессиональные, в поставленные цели. Все равно этим знакомым с диакой не стоит расслабляться, все-таки быть собранным, как вы сказали, да, и быть на чеку. Еще тем, кто рожден в год кабана. Для них это будет благополучный год, а точнее год благополучных возможностей, над которыми придется потрудиться. То есть есть выражение носом землю рыть. Вот кабанам, если вы готовы рыть носом профессиональную землю или вообще какие-то задачи решать, которые перед вами встают, ну, прям открываются двери классные. Их, в них важно не просто зайти, это как, знаете, мы вам даем квартиру, но ее надо отремонтировать, например, да, то есть не просто вам дали замок со всеми условиями, а вам дали что-то, над чем нужно поработать. И в этом плане год благополучный, именно для тех, кто рожден в год кабана. Есть такое понятие «слабые места года». Этот год исключение? Этот год такой же, как и все, в плане того, что слабые места есть везде и всегда. В 2024 году слабым местом будет являться социальная сеть. Ну, то есть все, что связано с интернетом, воровство личности, воровство авторских прав, присвоение, там, и так далее, и так далее. И вплоть до того, что я сначала написала прогноз, а потом увидела новости, что искусственный интеллект уже научился, ты просто наговариваешь текст, а он формирует твое изображение. То есть это страшно. Ну, то есть, с одной стороны, это круто, классно, да, это новые возможности. Кто-то будет ими пользоваться, а кто-то будет ими пользоваться не совсем в корректных целях. Да, в целях нарушения закона и так далее. Поэтому здесь максимально осторожно, максимально аккуратно, опять же, все вот эти вот официальные, у меня официальный аккаунт, у меня официальная соцсеть. То есть максимально себя как-то вот обезопасить в этом смысле. Заранее. Заранее, да. Моменты со всякими биометриями и так далее, это тоже все лучше сделать, чтобы уже никто за тебя это не сделал, да, вперед тебя. Поскольку цифровизация идет очень семимильными шагами в рамках тех трендов, которые есть в Плутон, в Водолее. Он, понимаете, уже не оставляет нам шанса не участвовать в этом процессе. Как бы ты останешься просто за бортом, если ты не будешь в этом процессе присутствовать. Ну что же, Екатерина, так быстро пробежало наше время эфира. Но я хочу предоставить вам, собственно, традиционно заключительное слово, подвести итог, ну и, конечно, что бы Екатерина Бусыгина хотела пожелать жителям города Самары. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам гармонии внутренней, чтобы вы присутствовали всегда в балансе, чтобы вы четко понимали, чего вы хотите, как вы хотите это реализовать. И чтобы, конечно же, удача сопутствовала вам в любых ваших начинаниях и при этом всегда приводила вас не только к результату, но и к чувству очень глубокого удовлетворения от того, как вы это сделали и что вы получили в итоге. И любви, конечно же, всем. Ну что же, спасибо большое. Это также крайний эфир программы Город Эсс в этом году. Я также от себя хочу сказать всем большое спасибо, кто был с нами. Увидимся в году следующем. Конечно же, хочется пожелать самого дорогого и драгоценного, что у нас есть. Это, конечно, здоровье, но и мира, и покоя вашей семье. Всего хорошего. До свидания. С наступающим Новым годом. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.